Всем добрый день! Сегодняшняя тема нашего видео будет как выглядят композиции осенью, которые мы с вами сажали в течение сезона. Конечно, летом очень мало чего показывал ввиду своей загруженности, но я потом обязательно покажу, как мы достроили дом, что как мы где организовали, и почему мне реально не хватало времени. Ну а сегодня же вернемся мы к цветам. Дело в том, что вот, например, калиброшки одни из самых популярных у людей только благодаря тому, что осенью они имеют особую декоративность. То есть, если петуни сегодня я вам показать уже практически не могу, потому что были прохладные ночи, и она уже потеряла свою декоративность, то калиброшки у нас еще пышут, прям и цветут-цветут. Причем хочу заметить, что к калиброшки в этом году я к ним практически не дотрагивался. Обычно каждый год я кропотливо убирал цветоносы со цвёвшими цветами, вот так вот их щипал буквально часами. В этом году я просто не имел столько времени, чтобы этим заниматься. И сейчас посмотрим, как они в итоге выглядят. Я думаю, что, в принципе, наверное, больше не буду заниматься ерундой и щипать калиброшки в следующем году. Значит, здесь у меня представлена серия TikTok разных цветов. Вот так вот они очень пышно, классно смотрятся. Значит, изюминка этого сорта в том, что он очень классно сам формирует куст. То есть, не надо, как у старых сортов, делать первые подрезки, формировать куст и так далее. То есть, мы его, в принципе, посадили, и они сами себя формируют. Следующий плюс этого сорта – у них очень крупные цветы идут. Такой же крупный цветок встречался только в серии Hula. И, в принципе, наверное, всё. Остальные калиброшки, конечно, намного-намного мельче. Вот эта вот синяя расцветка с жёлтым посередине идёт, и с тёмно-тёмно-фиолетовым внутри. Очень красивый сорт. Следующий вот такой вот цвет. Здесь немножко уже поменьше цветов, но всё равно она смотрится очень-очень богато. Довольно хорошее, здоровое растение получается. Сажали мы всё это в контейнеры, балконные ящики, объёмом по 12 литров. Сажали мы в торфклассман и заправляли осмокотом на 5-6 месяцев. Ну и, в принципе, как говорил, никаких подрезок дополнительных не делал. Максимум за год мы пару раз обработали профилактически от вредителей. И когда мы обрабатываем от вредителей, мы обязательно ещё вносим плантофол. То есть мы их чуть-чуть, но подкормили по листу вместе с химией. И вот одна из моих самых любимых расцветок. Вот такая вот розовая. Тоже в серединке жёлтая, потом более тёмная идёт. Очень красивая расцветка. Кустик тоже обалденно сформировался сам по себе. И получилось вот такое вот чудо. Дальше, конечно, без внимания не оставлю свою любимую, которую мы уже... Не первый год мы её содержим. Причём это у нас жёлтая калиброшка махровая. Этот сорт мы как приобрели, ни разу бы его не меняли. Обычно как бы мы сорта возобновляем раз в два, в три года. Данный сорт у нас уже лет пять, и я его не возобновляю. То есть иммунитет у него очень классный. Сорт не переводится. Вот такая вот жёлтая, очень красивая. Сильно повышенная ампельность. Здесь она у нас вместе с лобелией вегетативной. Но 12 литров всё-таки для, скажем, пяти растений маловато оказалось. Был бы контейнер для неё побольше. Конечно бы лобелия себя проявила получше. Ну и, наверное, калиброшке тоже было бы попроще. Вот такая вот получилась классная композиция. А здесь у нас представлена, получается, калиброшка Double Blue. Тоже уже года три-четыре мы сорт не меняли. Иммунитет довольно хороший. Но самое интересное в этой композиции вербена. Вербена тоже одна из самых осенних цветов. Она не боится низких температур и очень классно выглядит. Самая популярная у нас расцветка в последние пару лет – это именно вот такая вот беленькая. Она очень обильно цветёт и очень хорошо разрастается. Причём в прошлом году я её сажал в объём в 16 литров одну. Она полностью заполнила и была очень-очень такая пышная, красивая. Ну а дальше у нас идёт ещё одна махровая калиброшуа, но уже в композиции ещё с одним очень осенним цветочком – это остик. Но мы их ласково называем остики. Полное название – остеоспермом. Здесь ещё очень-очень много бутонов, то есть он ещё последнюю волну свою даст очень обильную и будет ещё больше цветов. Тоже не боится небольших заморозков. То есть были года, когда на нём был иний, иний таял, и он дальше у нас превосходно цвёл. Так что остики – одни из самых осенних цветов тоже. Здесь у нас ампельный розовый представленный. Также сейчас есть жёлтый, вот такой вот расцветки. Он более крупный, но здесь я немножечко, конечно, не подумал и посадил его в маленький объём, тоже в те же 12 литров с калиброшкой. Его, конечно, надо сажать в огромные объёмы, литров от 8 и выше, и причём одно растение, тогда он будет более пышным и более красивым. Соответственно, вот этот сорт в следующем году у меня, наверное, поедет сразу же в 16 литров. Такой же самый здесь у нас представлен, сейчас показывал поближе. Дальше мы с вами посмотрим на боковку. Здесь мы использовали контейнер в 16 литров и посадили всего одно растение. Я его трижды подстригал, и на самом деле не верю, что он настолько сильно вырастет. Всё-таки у сорта гулливер, вот она получается лавандового цвета, есть белая, есть розовая, довольно большая сила роста, и разрастается она очень обильно, и цветёт постоянно. Главное не забывать поливать. Просто если один раз её пересушишь, цветочки у неё все пропадут, засохнут, и очень долго ждать, пока она заново расцветёт. Поэтому именно эти цветы надо поливать постоянно. Ну и, наверное, мы уже последние дни любуемся колиусами на улице. Вот такие вот композиции делали. Как бы в прошлом году у меня получилось вместе с бакопой сделать красиво и колиус. Но те сорта, которые мы новые в этом году получили, имеют ещё более большую силу росту, и в бакопе места практически не осталось. Зато сам колиус выглядит шикарно. Почему последние дни? Потому что скоро уже ночью будет низкая температура, а первые, кто страдает при низкой температуре, это как раз колиусы, георгины и так далее. Ну вот сейчас они выглядят вот такие вот пышные и красивые. Не стоит торопиться из-за заморозков, заносить его сразу же домой, потому что в течение лета набираются вредители и так далее. Он очень классно черенкуется. Просто срезаем веточки, ставим водички, он махом даёт корешки. Поэтому, кто любит сохранять, это, наверное, самое ленивое растение. Во-первых, укореняется элементарно, во-вторых, посадил и забыл. Он сам себя классно формирует. Это вот такая расцветка. И вот такая. Здесь мы тоже делали композицию с вербеной. От вербены почти ничего не осталось. Вот такая вот розовая красивая. Хотелось, чтобы внизу было много вербены. И колиус просто её задавил полностью. И получилось, что композиция из одного колиуса. Расцветка тоже очень шикарная. Причем дома на самом деле расцветки будут очень меняться зимой. Поэтому рекомендую сохранять, высаживать домашние цветы. Ну как, в домашние горшочки. И расцветка будет меняться. Сейчас у нас дочка забрала точно такой же домой. И он у нас уже около трёх недель. И расцветка у него стала ярко-ярко розовая. Листики позеленели. И дома он смотрится тоже обалденно. Так будто это совсем другой куст. Вот такие вот колиусы. Ну и конечно же королева осени. Когда уже ничего цвести у нас вокруг не будет. Нас будет радовать хризантема. Мы уже который год выращиваем хризантему мультифлору. Она формирует большие кусты. Обычно шаром. Но у нас много маточников. Они стоят плотненько. Поэтому, как видите, она немножко подтянута. Имеет просто шапочку сверху. Обычно это должен быть красивый-красивый шар. Если хотим получить большой красивый шар. Либо садим в открытый грунт. Либо используем как можно больше по размеру горшочки. Только в этом случае мы увидим полностью огромное красивое растение. Ну и что хочется сказать, конечно же, про сохранение. Много видео есть у меня, как мы черенкуем. Как мы это все сохраняем. Какой цвет используем. Но я понял, что самая главная ошибка, которую все делают осенью. Всем, кому жалко эти цветы. Самое главное, я думаю, надо договориться сразу же, что все цветы, которые у нас сейчас красивые на улице, должны остаться на улице. Их надо просто зачеренковать и сохранить именно их детки. Не надо нести вот эти все большие кусты домой. Дело в том, что у растений на улице довольно сильный иммунитет. И он как бы не чувствует, когда набрались в нем вредителей. Они его потихонечку, может, едят. Вы их не видите. Особенно, если не делаете профилактические обработки. И когда домой заносите, у цветов иммунитет падает, а вредители начинают активизироваться. И в течение двух недель вы теряете полностью все растение. Поэтому не надо переживать. Просто берем одно из самых здоровых растений, вот такие вот небольшие веточки, укореняем, размножаем и дома под хорошим освещением их сохраняем. Кому интересно, как мы это все сохраняем, можете посмотреть в остальных наших видео. Ну, на сегодня, наверное, все. Всем удачи. Оставайтесь с нами.